Сняли мы первые минуты веб-сериала «Крымский ютубер». Это проект, который на самом деле преследует несколько вложенных задач. Во-первых, рассказать достаточно интересную романтическую историю о 19-летних ребятах, которые живут в социальных сетях. Во-вторых, актеров, которые играют этих ребят, они сами блогеры, ютуберы тоже. Раскатать при помощи. Раскатать – это такое жаргонное слово, которое означает «разогнать аудиторию». То есть эти ребята, разместив у себя на канале отрывки или все серии этого сериала, плюс все сопутствующие интервью, репортажи со съемочной площадки, они, конечно же, привлекут к себе внимание и наберут ту самую аудиторию, при помощи которой они смогут состояться. Как ютуберы крымские, топовые. Ну и, конечно, хочется показать отдельные нюансы всей этой игры, всей этой возни, связанной с производством и распространением контента, который, как показали выборы Трампа или выборы Путина в 2012 году, стали в последнее время занимать намного больше места в сознании и аудитории, чем телевизор. То есть это канал коммуникации, молодой, соушал-медиа, которым на самом деле управленцы высокого уровня занимаются мало всего возраста, а там в основном живут 14, 15, 16-летние дети. И вот этот сериал призван обратить на эту аудиторию внимание и, в общем-то, окунуться в атмосферу, в технологии, в методики и так далее, и так далее, и так далее. А как ты думаешь, почему у меня в Крыму топовых блогеров не так много? Да, мне кажется, это, ну, просто еще в Крыму это не особо развито, вот, как бы вся эта блогерская индустрия. Не, ну, я знаю достаточно людей, у которых хорошие объемы подписчиков, которые, ну, они, это... Ну, 5 тысяч. Нет, ну, я знаю, есть девушка, у нее 100 тысяч подписчиков. А она занимается, о чем она пишет? А у нее такие вот губы. А, ну, это в корне всего. Да. Ну, как-то все, больше она ничем не выделяется. Но у меня еще есть пара знакомых людей, ну, которые, вот, один мальчик, да, он записывает видео с путешествием. У него это действительно выглядит очень красиво. Он записывает, как он путешествует по Крыму и прочее. Другой мальчик просто ведет, как бы, влог. Он ездит в Москву, ездит отдыхать, он записывает это все. Это все, знаете, это все как-то так, такая живая подача. Ну, что это действительно интересно. Не потому, что это мои знакомые друзья, да, а потому что, ну, это действительно вот этих вот двух мальчиков. Мне интересно посмотреть. Также у нас появились вайнеры, так как бы сказать. То есть они записывают небольшие, такие, как бы, смешные ролики, да, о ситуациях и жизни и прочее. Ну, у кого-то это получается хорошо, тот набирает подписчиков. У кого-то это получается не очень, тот не набирает. Все. Ну, понятно. А сколько у тебя подписчиков? Я за этим особо не гонюсь, но в Инстаграме у меня, ну, где-то полторы тысячи. Все, больше у меня там, ну, нигде страниц нет. Ну, ВКонтакте и все. А на Ютубе там? На Ютубе у меня там просто профиль есть, я его просто когда-то создала и все. Вот расскажи о себе, как о блоге. Ну, по закону есть на сертификации, да? Да. Честно говоря, ты высадил всех взрослых, да, тем, что у тебя. Явная цель отбомогания вообще четко. Ты знаешь, что ты хочешь. Это хорошая вещь и реально ты, ну, в принципе, почти готовый спикер. Как ты к этому пришел, обещал? Банально, на самом деле. Я смотрел на других блогеров, смотрел то, что они делают и, собственно, сам захотел. Так же, абсолютно, все просто. И что там у тебя сейчас с подписчиками, где, чего? Смотрите, ну, в Инстаграме у меня уже 2000 подписчиков, Ютуб сейчас только набирает почти 2000, 1800, если быть точным, сейчас. Ну, цели, конечно, и амбиции у меня большие, ну, и планы, собственно. Ну, а цели лежат в сфере социальных сетей или ты видишь применение в других областях? Скорее всего, это социальные сети, Ютуб на первом месте, там, Инстаграмы, группы ВКонтакте, паблики разные. Вот. Ну, в общем, разве... И чем вот отличается принципиально Ютуб и Инстаграм? Сейчас всем, вся молодежь пошла в Инстаграм, в че там? Там, собственно говоря, и перепостов-то нет, только популярность там? Есть. Есть. Да, репосты там. Инстаграм просто за рубежом очень популярный. Ну, Ютуб, да и видео разные. Ну, как, я не знаю, как-то объяснить, только вкратце. В Инстаграме больше кидает фотографии, там, профиль может появляться, например, в популярном, в твоем регионе по количеству лайков. Скажем так, в Инстаграме поиск по хэштегам легче. И если да, это актуальный трендовый хэштег, то, ну, тебя заметят, да. Количество, можно получить большой охват аудитории и показов. Ну, в основном там фотографии, да? То есть... Фотографии, короткие видео. Да. Короткие видео очень быстро развиваются сейчас. Да. Потому что они быстро цепляют и, ну, просмотр сам набирается незаметно. Ага. Вот, да. А потом, собственно говоря, с Инстаграма идет постинг в контакты, в различные социальные группы, в склейки. Допустим, на Ютуб лучшее видео месяца. И это все очень быстро распространяется, если это действительно смешно, интересно, ну, то есть актуально. Смотрите наш сериал, он будет вывешиваться на моем канале, на канале Ильи Краснова, исполнителя главной мужской роли, на канале Кати Мурлыкиной, исполнительницы главной женской роли. Мы будем делать кросс-промоушен этих трех каналов и будем привлекать к съемкам этого сериала как можно больше людей, которые тоже живут в социальных сетях. Спасибо за внимание.